Настоящие русские щи, наваристые, ароматные и густые, приготовить такие щи совсем не сложно, правда процесс займет больше времени, чем обычно уходит на приготовление обычных супов, зато будет вкусно. Настоящие русские щи готовятся долго, ведь раньше их готовили в печи и, если вы задались целью приготовить щи, максимально приближенные по вкусу к настоящим, подготовьтесь к тому, что процесс будет долгим, но это не беда, ведь вкус блюда заставит вас забыть о том, как долго щи готовились. В этом рецепте подробно рассказано и показано, как приготовить царские щи, подавайте их к столу со сметаной, не забудьте мелко порубить чеснок с зеленью и добавить их, будет вкусно. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Лучше всего варить бульон для щи из говяжьей мозговой косточки с мясом, промываем мясо, выкладываем его в кастрюлю, заливаем водой так, чтобы та покрыла мясо примерно на 3-4 см, ставим вариться, когда закипит, снимаем пену и добавляем соль. Почистим корень сельдерея и петрушки, морковку и луковицу, добавим все к мясу в кастрюлю, варим полтора часа. Через полтора часа к бульону добавим по несколько горошин перца душевистого и черного, 1-2 лавровых листа, варим еще минут 30. Грибы для щей будем использовать замороженные, можно также брать свежие или сушеные, замороженные грибы не размораживаем. Жду ваших лайков и комментариев. Очистим картошку, выкладываем ее вместе с грибами в другую кастрюлю, заливаем 3 стаканами воды и ставим на огонь. Когда закипит, снимем пенку и добавим 1 чайную ложку соли, по парочке горошин душевистого и черного перца, лавровый листик, варим 20 минут на небольшом огне. Вынимаем сваренные грибы и картофель, бульон процеживаем. Хвашеную капусту будем тушить в духовке, выкладываем капусту в керамический горшочек, наливаем 2 стакана кипятка и добавляем сливочное масло, закрываем крышкой и ставим в духовку, разогретую до 200 градусов, на 1 час. Чистим оставшиеся лук и морковку, нарезаем морковку соломкой, а лук – кубиками. Тонко нарезаем свежую капусту. Бульон готов, вынимаем мясо, снимаем его с косточки, бульон процеживаем. Сваренную картошку нарезаем небольшими кубиками. А теперь берем большой горшок, в котором можно готовить в духовке, и начинаем закладывать в него ингредиенты. Куски мяса, сырую капусту, картошку, грибы, тушеную квашеную капусту, лук и морковку, заливаем все это грибным и мясным бульоном. Ставим горшок с будущими щами в духовку, закрываем крышкой и 2 часа атомим в духовке при 180 градусах, лучше поставить на противень, а не на дно духовки, так как когда будет кипеть, будет выплескиваться. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Продукты и их количество, далее. Человый лист, 5 штук, душистый перец, 5-6 штук, черный перец горошком, 8 штук, чеснок, 4 зубчика, сливочное масло, 1 столовая ложка, соль, 4 чайных ложки, количество порций, 8-10. Щелчок, клик, нажатие на лайк, это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Друзья, жду вас снова.